друзья мои смотрите какая красота боже мой какая красота вы не представляете какая-то стойка была ужасная это так у тебя не хватило краски да ну вот эту сторону но слушай как красиво это сушка она была такая облупленная такая облупленная то он зачищался ой как красиво не как раз сестра подарила на день рождения новую сушку будет у меня две теперь это такая железная тяжелая и тяжело сносить со второго этажа сюда вниз а сушу я в основном там легкая у меня будет та которая нам не подарила беленькую такую пластиковую я здесь я буду держать тушат так красиво друзья теперь расскажу вам несколько слова яблочном уксусе вот и некоторые спрашивают меня наташа как он получается у вас вот такой он должен получиться видите вот такого цвета он должен быть это не фильтрованный яблочный уксус в нем не должно быть запах аммиака если такой запах появился значит вы что-то сделали неправильно а что можно сделать неправильно во первых нужно когда вы натерли на яблоки на терку добавили туда сахара и воды нужно перемешивать яблоки два раза в день я перемешиваю такой вот деревянной палочкой вот вы можете ложкой перемешивать неудобно такой палочкой мешается довольно таки трудно процесс будет еще идти сейчас я уже банк вот эти бутылочки я стерилизовала простерилизовала и профильтровала через марлю от сусла от остатков жмыха профильтровала этот уксус сейчас поставлю его просто в сарае уже прохладное место и крышечку я не буду сильно закрывать потому что процесс брожения он будет еще немножко эти видите я оставила здесь место для этого если появится брожение то пусть себе идет вот помогает ли при диабете яблочный уксус да ребятушки он помогает но если вы думаете что вот вы выпили стакан воды с яблочным уксусом и сразу у вас упал сахар то нет пить надо уксус как и чистую воду постоянно для того чтобы снижать сахар в крови потому что сахар уже накапливается он в клетках в суставах в сосудах он накапливается делает запасы организм поэтому нужно время для того чтобы он постоянно вымывался и все на самом деле покажет утренний сахар и гликированный гемоглобин то есть сахар за три месяца так что не ленитесь сейчас время яблок делайте яблочный уксус и все получится пока мой муж занимается сушкой для белья реставрирует и много лет эта работа стояла но сейчас наконец-то он ее сделал мне а я занимаюсь помидорами хочу вам показать вот что я делаю томат раньше как томат делала я помидоры варила а потом протирала через сито для того чтобы убрать все лишнее для того чтобы не было не семечек не шкурок но учитывая то что у меня диабет 2 типа я прочла что вот эти вот именно шкурки и семечки это та клетчатка которая необходима для диабетика это очень полезно и я теперь делаю томат вот только так делаю со шкурками и семечками посмотрите у меня такие помидорчики сливки у нас эти помидорчики стоит 25 гривен сейчас это примерно 80 центов вот у меня здесь пять килограммов я эти пять килограммов вот как раз мне хватит их на зиму я буду закрывать их маленьких баночках вот такой томат сейчас буду его варить немножко посолю несколько закрою баночки на зиму как что это уже времени ребятушки зря не теряю что вы не думали что я лентяй друзья сейчас я покажу вам что я делаю когда мне нужно сэкономить смотрите сегодня сходила в магазин и купила свежейшие крылья и бедра вот бедер тут 6 а крыльях тут много всего тут наверное килограмма 2 заплатила за все это 250 гривен это разделите на 4 будет евро или доллар примерно это 6 евро или 6 долларов вернее и или 5 евро ну вот такие вот у нас цены вроде бы недорого да но сейчас все очень подорожало когда я хочу сэкономить я всегда делаю такое блюдо сейчас я чесночок вот так вот на терку и добавлю в эту курицу можно добавлять разные приправы но сегодня у меня приправ нету посмотрела ничего такого подходящего не могу найти решила просто чеснок перец и соль вы знаете мне так тоже очень нравится когда без ничего без всяких приправ сохраняется вкус курицы и мне он нравится у нас очень вкусно очень вкусная хоть некоторые из нас и ругают их и рассказывают какие у нас не вкусные куры нет ребятушки честно и объективно скажу вам что в каких странах я не была вкуснее чем наши украинские куры вы нигде не купите причем это был самая простая торговая сеть и вы купите курицу такого что ну можно по бистоси скажем так сюда чесночок добавляем не жалеем не жалеем как это будет вкусно но уже пахнет понимаете но уже вкусно чего не дело но уже вкусная потому что сама по себе курица вкусная крутись давай соль мне не повезло я купила очень крупную соль она в такой упаковке что ее не видно какая она а когда купила смотрю она такая крупная и блюдо получается котлета соленая котлета не соленая моей семье такое не нравится поэтому нужно быть следующий раз предусмотрительнее я вот эту курицу ставлю на какое-то время для того чтобы соль хорошо растворилась чеснок питался хотя оставлять тоже рискованно скажи вам в любой момент могут выключить свет поэтому я стараюсь так готовить чтобы все подготовить тому времени когда свет включат я уже у меня все уже на мазе только его вставлю там духовку или включая стиральную машину потому что может такое быть что света может не быть часов 6 8 а стирка получается будет стоять или в духовке будет недоготовленная еда так ну пусть постоит итак возьму дека у меня такой вот противень у меня много-много лет если он когда-нибудь вам попадется такой смело тратить покупайте потому что здесь и пироги не прилипают во всех все шикарное здесь у меня яблоки яблоки такой сосуд долго лежать не будут они портятся много червивых яблоки всегда на низ потому что если положить их наверх они пригорят ну и сюда картошку мы с вами много раз говорили о том что картошка для диабетика лучше всего если два раза в неделю ограничено по одной по одной побольше и две картошки поменьше можно съесть два раза в неделю не злоупотребляю но у меня картошка хорошо влияет она мне не повышает сахар но конечно же стараюсь ограничивать и самый хороший вариант это когда картошка у нас запекается в духовке еще лучше когда она в шкурке тоже очень полезно я буду присаливать свои крупные солью и мясо такое блюдо очень выгодно и в час пропитаться яблоки и картошка пропитаться жиром с курицей и будет сразу убита несколько зайцев будет очень вкусно и достаточно жиров углеводов всего того что нам можно кушать хорошо так этих крылья так вот выкладывать чтобы они были хорошо прожарены все все ставим в духовку выпекаться как всегда 150 180 градусов на час как минимум как минимум на час чтобы хорошо все протушилось вот он мой обед думаю что достаточно так ну вот мой обедик сейчас будем кушать такие запеченные бедра яблоки они растушиваются очень хорошо с картошечкой всем приятного аппетита друзья яблоки яблоки и яблоки аблоки и яблоки растушились ты мне очень хорошо как вылоки tender а faleцей ассорeed яблоки ассоредине и яблоки эндом и яблоки ассоредине и яблоки и яблоки яблоки они хорошо растут к нам их не должны быть